Привет всем, я Севастяна Куньшурас. В этом разе я нахожусь в поликлинике Ангелес на севере Мехико, потому что моя бабушка теперь садится здесь. Ей нельзя теперь выйти отсюда, но его здоровье лучше, чем раньше. И я хочу рассказать о том, что произошло в ноябре, в декабре моей жизни. Это будет мой последний видео для ютуба по-русски. Ну, поехали. Первый ноября был день мертвых. Это день очень важный для мексиканцев, потому что есть много традиций, как есть хлеб мертвых. По интернету можно посмотреть и узнать, чем состоится этот день. И студенты нашего центра, изучающие русский язык, были приглашены в агентство разводительничества, чтобы читать напротив людей стихи Александра Пушкина. Потому что в городе Мехико есть парк имен, его имени. И я читал стихи к следующим моментам. И в этой ночи были самые важные стихи. И кроме чтения, я играл на флейте половецкий танец. Танец, эта песня сделана Александром Бородином, была очень важной. И для меня была подготовка для последнего профессионального экзамена в консерватории. Я говорю об этом потом, в этом видео. И тоже у меня есть возможность, потому что я встретил девушку. И я не знаю, я встретился с друг с другом, две недели назад. Но я думаю, что у меня были удачи. У меня были удачи. Я расскажу вам потом. Через неделю у меня была Сбальтва. На самом деле, 9 ноября. И была на севере города Мехико, конечно, в Тланепанде. Эта Сбальтва была сделана по юровной сестре, которую зовут Марьяна. Она была замуж на улице с ее парой. И праздник был очень веселый. Я танцевал всю ночь. И дальше я уговорил девушку, чтобы она танцевала со мной. Пять песен. И она дала мне свой номер телефона, но она не звонила. Я звоню каждый день, но она не может ответить. Потому что она изучает в медицинском школе. И вы знаете, что в медицинском школе есть много дел. И она была занятна всегда. Но представьте себе, потому что Когда закончился праздник, Мой дядя предложил мне, чтобы возвращаться на машине 54-го года. Это, я не знаю, как сказать, Комбардил. Но это было очень интересно, Потому что Мив вернулся По улицам, как Тланепан, Лава, Ехо, Кутлавак. Это было 2 часа ночью. И мне очень понравилось этот опыт. Не смотря, что Из-за того, Из-за этого У меня была гриппа, Которую я не мог лечить На месяц. Это отопит, Я Я Я Я буду Вспомнить Нет, не вспомнить. Я буду забывать Навсегда. И потом Три недели назад Я закончил уроков Русского языка. Это было последнее уроки, Которые я изучал На... А, изучаем На центре На центре Иностановых языков Моего университета. И я Я закончил Экзамен. На следующем Днем Я Я ходил К К Репрезентантам К Репрезентанту Агентства Рассотрудничества Потому что Мы должны Отвечать На вопросы Об Александре Пушкина. И Репрезентант Пригласил Нас Есть Пирожки И так далее. И каждый И каждый Студент Я не знаю Как сказать Сказал О себе И я Говорил Лучше Чем 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 Все И Я Я Я Забыл 2 Декабря Мой Последний Экзамен В консерватории По флейте И Мой Экзамен Состоял Пятью Песнями Как Как сказать Хендель Массенет Чопан ДВС И В моем Канале Можно Посмотреть Песню И Игран Игран Этого числа И Я Прошел Наконец Я прошел И у меня Есть Диплом Который находится Профессиональный Техник По флейте Это Самый Близкий Консерваторий Но Мне Все Равно Я Думаю Что Это Это Пробует Что Я Изучал 6 6 Лет В Консерватории И Я Поэтому Я Очень Я Очень Рад И Я Я Могу Отдыхать Свободнее Чем Раньше В Мексикол Что Произошло Есть Преобразование По энергетике Потому что 70 лет назад Был Президент Лассер Карденас Сказал Что Никакого Никакой Иностранный Завод Может Помогать В Мексике Чтобы И И И И И И И И И Ресурсов Энергетичные Ресурсов Как Нефть Газ И И Так Далее Но Я Думаю Что Технология Не Не Хватает Для Чтобы Мы Могли Использовать И И И И И И Была Преобразование По Энергетикой Энергетикой Было Одобре 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 Это Образование Неделю Назад Я Не знаю Что Происходит Потом Но Я Буду Рассказывать Об этом И Тоже В Городе Мехико Было Увеличение Цены Метро Раньше Метро Стоило Три Песа Как Шесть Рублей Каждый Поезд Но Говернант Я не знаю Как сказать Потому Что Это Не Президент Сказал Что До Тех Пор Будет Стоит Пять Песу Как Десять Рублей Но Большинство Использователей Не согласились С Этим Но Это Было Панкуэстом Но Я думаю Что Это Не Было Очень Хорошим Потому Что Только Государственно Ответ Спросила Около Семь 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 Тистоть Семь 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 Тистоть Пользователей Как На метро ходят Больше Пяти Миллионов И Представьте Себе Не Приходят Ни До Тринадцати Процентов Использователей И И Не знаю Много Людей Не согласны Не согласны С Это Я Тоже Не согласен И Это Все Ну Это Мои Последние Видео Если У вас Есть Комментарии Пожалуйста Напишите Их И Пока Продолжение следует